Тициан написал картину «Коронование Терновым венцом» в конце своей долгой карьеры. Он был величайшим художником венецианского возрождения и наносил краску на холст так, как никто прежде. Можно представить, что за десятки лет, отданных искусству, Тициан по-настоящему сблизился со своими красками. Говорят, в конце своего пути он даже рисовал пальцами. Чувствуется, что так могло быть и с этой картиной. Взгляните, каким тяжёлым слоем краска движется по холсту. Посмотрите на факелы в верхнем правом углу. Плотные мазки белой и золотой краски создают ощущение мерцающего света и хаотичности событий. Фигура возникает прямо из темноты. Тициан сумел передать их агрессию, энергию. Это уже не статичный ренессанс. Здесь мы видим динамизм и силу, противоречащие нашим представлениям о возрождении. Это уже почти протто-барокко. То есть Тициан предвосхищает барокко с его интересом к движению и стремлением приблизить события на картине к зрителю, сделать их частью нашего пространства. Драматизм я связываю именно с барокко, и здесь он явно заметен. Тициан использует диагонали, наполняет картину динамизмом и жестокостью, а также создаёт яркий контраст между светом и тенью. Интересно, что вы упомянули жестокость. По-моему, здесь её не так много. Конечно, мы смотрим на Христа и видим у него на голове мучительный терновый венец. Да, это страсти Христовы. События конца его жизни, которые завершатся распятием. Да, ужасные страдания Христа. Но мне кажется, Тициан не заостряет внимание на крови так, как это делали другие, например, Рубенс. Верно. Взгляните на фигуру Христа. Картина полна движения, но здесь, в центральной фигуре, чувствуется некая статика. Христос неестественно изогнул тело. Он кажется совсем покорным. Картина жестока и в то же время элегантна. Взгляните на эти диагонали. Фигура справа изо всех сил взмахивает палкой, со всей злостью. Но палка не задевает терновый венец, не задевает голову Христа, а проходит мимо. Их позы скорее напоминают танец, чем напряжённую схватку. Да, точно подмечено. Это словно танец. Взгляните на фигуру слева. Этот персонаж очень брутален. При этом он элегантно стоит на цыпочках, его ноги полусогнуты. И поза, и баланс света и тени контрастируют с тем, что должен представлять собой этот персонаж. А тот человек в правом нижнем углу, что взбирается по ступеням с палкой в одной руке и топором в другой? Видите, как согнута его рука? Как он поворачивает голову направо? Это больше похоже на фигуру в танце, чем на настоящее движение, что характерно для маньеризма. А ведь на дворе 1570-е маньеризм возник и развивался в 1520-е, 30-е, 40-е во времена реформации. Это было время подлинного духовного подъёма в Европе. И, возможно, оно нашло отражение здесь? Это скорее антинатурализм. Есть в этой картине что-то театральное, постановочное? Мы даже не можем толком разглядеть очертания тел. Тициан погрузил все фигуры во тьму и разместил их в неглубоком пространстве. Он скрыл от нас, например, правую ногу персонажа, стоящего слева, и правую ногу персонажа в правом углу. Пространство становится неясным, что также характерно для маньеризма. Глядя на это полотно, невольно осознаёшь, какое огромное влияние Тициан оказал на других художников. На Веласкеса, Робинса, Рембранта и, конечно, Караваджо. Все они оглядывались на Тициана и его невероятные достижения. Он освободил следующее поколение художников от строгих требований гармонии и ясности, основполагающих черт Возрождения. Словом, это интересный момент отхода от Возрождения. Мы видим здесь и элементы маньеризма, и элементы зарождающегося барокко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова